Так, друзья, чтобы не было никакой рекламы, видите, я сгущенное молоко выдавил в чашечку. И давайте начнем с приветствия. Здравствуйте, я очень рад, что вы смотрите этот ролик. Что вы кликнули, открыли и смотрите, и пока еще не переключились. Спасибо вам огромное от всего сердца, от всей души. Вы такие классные. В общем, проблема в том, что десерты почему-то не смотрят. Да, вы почему-то не смотрите. Поэтому я как настоящий From Siberia повар, хоть и живу в Москве, если 100 тысяч просмотров не наберу, все, с десертами завязываю. Последний шанс, друзья, последний при последний шанс. Будет колбаса одна и сосиски. А может быть только одна колбаса, даже без сосисок. Десерт этот легендарный, сибирский, настоящий. И люди, кто живут в Сибири, Красноярск, Новосибирск, Алтай, Хакасия, Норильск, знают этот десерт не понаслышке. Поэтому у меня вот эти вот кедровые орешки, сибирские, очищенные. Кто поставщик? Я их покупал в Новокузнецке. Я их отправляю на сковородочку. Сковородка разогретая. Отправил довольно много. Наверное, здесь граммов 250. Кедровый орех для нас, сибиряков, не имеет границ вкуса. Можно его есть, вот, до ложку, ешь и ешь, и ешь, и ешь. Но на сковородке нужно его слегка подпалить. Не нужно его жарить, там, сушить, что-то с ним делать и так далее. Нужно газку побольше. Жира там полным-полно. Кстати, из-за, во-первых, вот этих ферментов, аминокислот, которые содержатся, и от количества жира в этом орехе, его ж черви не едят. Вот я, значит, давеча наблюдал, миндаль лежит, его там уже все поточили. А кедровый лежит, его никто не трогает. Вот так вот. Очень полезный кедровый орех. Но что мне рассказывать сибирякам? Я не сибирякам рассказываю, я рассказываю тем, кто не из Сибири. И вдруг что-то не знает. Значит, вот здесь у меня, как вы уже видели, сгущенку сюда выдавил. Смешал из двух пакетиков, обнаружил, что, оказывается, они разные по цвету. Ну и, скорее всего, по вкусу. Орешек нужно обжарить быстро. Видите, я стараюсь, как бы колдую. Чтобы он не прогрелся внутрь. Ну, остался, скажем, такой. Сверху колернулся, а внутри еще не прогрелся. Иначе, ну-ка, о-о-о, отлично. Помогаем, помогаем, у кого есть горелочки дома. О, и аромат пошел. С орехом, который колернулся, ну, в моем случае, смотрите, здесь, с этой стороны, это горелка. Перемешиваем. Видите, он заблестел, масло из него пошло. Класс. И аромат соответствующий. Значит, мы его должны ему дать остыть буквально пару-тройку минут. Лучше всего это делать без сковородки, иначе на сковородке тепло остается. Ну, и лишний жирок впитать. Да, десерт, кстати, называется сибирский десерт. Максим Рыбаков, друг мой, известный в России шеф-повар, поклонник русской кухни. Значит, когда работал в одном из ресторанов, этот десерт называл десерт Александра Карелина. Потому что Карелин из Новосиба, Сибирь. Ну, и, соответственно, когда он отдыхал там, в некой, не буду никакой рекламы, там, где работал Макс. Вот он так. Знаете, вот когда этот попадает рецепт кому-то в руки, его с кем-то или с чем-то ассоциируют. Кто-то называет его алтайский десерт. Потому что в Алтае тоже есть кедрачи, тоже есть орех. На Дальнем Востоке есть кедровый орех, он более длинный. Но почему-то ни разу не встречал, чтобы этот десерт называли Дальневосточный десерт. Именно сибирский. Поэтому я не буду, значит, я сам из Красноярска. Я мог бы назвать его Красноярским. Я бы мог назвать его десерт Столбы в честь заповедника. Мог бы назвать Бобровый лог. Мог бы назвать по Сибирске десерт Енисей. Как угодно можно назвать его. Все зависит. Я считаю так. Сибирский десерт. Все. Пусть это будет название. Значит, в нем всего лишь три ингредиента. Это орехи, которые вот здесь у меня лежат. Ммм, поджаренные вкуснее. Лежат, остывают. Сгущенка и брусника. Замороженная брусника. Брусника должна быть заморожена. В общем, смотрите. Каких-то мер, весов по продуктам нет. Сгущенки, как мы любим. Хотите поменьше, хотите побольше. Я исхожу из такой схемы в своей голове. Сгущенки должно быть столько, чтобы орех в ней не плавал, а всего лишь был облеплен вот этим вот вкусным сливочным, чем это, кремом, да? Ну вот, вареньем. Поэтому, смотрите, сгущеночкой раз, и все. Мы просто-напросто перемешиваем кедровый орех со сгущенкой. Теперь выкладываем в красивую тарелочку из кедра. Вот такой вот у меня бонус. Есть у меня друзья, которые делают из кедра. Кедровый орех в кедровой тарелочке. Ну не огонь ли? Вот смотрите, выкладываем. Да все выкладываем. Че я стою тут и пытаюсь в своей поварской голове найти процесс сервировки. Типа, ну, наверное, этого достаточно. Знаете, как мы всегда. Выкладывайте все, что у вас есть, в тарелку. Можно ничего не добавлять больше. А далее у нас происходит вот что. Значит, нужно аккуратно распределить. Взять именно замороженную бруснику. Бруснику. Можно и клюкву, конечно. Посмотрите, какая она. Она должна прям твердая быть. Это не моя придумка, понимаете? Это так повелось в Сибири. Десерт этот зимний. Можно кедровые орешки и в меду обвалять. Но со сгущенкой вкуснее. Кедровый орех когда у нас? Осенью молотят, сушат. К зиме он готов. Зимой. Брусника летом собрали, заморозили, зимой достали. Пожалуйста. Все, брусники не жалейте. По количеству кедрового ореха и брусники, наверное, вот количество кедрового ореха 100%. Брусники 50. На килограмм ореха 500 граммов брусники. Образно. Ну, чтобы вы понимали. Не надо никакими украшать там еловыми ветками. Еще чем-то подавать можно на еловых ветках. Будет красиво. Но в этом сибирская красота и смысл десерта. Орехи, брусника и сгущенка. Все, больше ничего не надо. Дальше вы можете напвинтить туда, накрутить что угодно. Но он должен быть именно такой. Где моя большая ложка? Сказал Михаил Потапович. А затем схватил тазик и начал все это дело поедать. Это легендарный сибирский десерт. Теперь вы понимаете, почему сибиряки зимой едят мороженое и пьют на улице пиво. Потому что мы привыкшие есть замороженные ягоды ложкой. Как десерт. Для многих это, конечно, загадка. Ну, а что делать? Мы же все разные. Но десерт этот зайдет любому. Реально, любому человеку. Приятного аппетита. From Siberia with love.